В начале этого года вышло постановление правительства, в котором указывается перечень запретных зон при арсеналах, базах и складах вооруженных сил. То есть, как мы понимаем, это склады, где охранятся боеприпасы, как, например, в Арысе и в Жамбылской области. Их всего по стране насчитывается 44. И это постановление, оно сейчас находится, конечно, в открытом доступе, размещено на сайте правительства. Вот мы видим его сейчас на экранах. Большая часть 44 баз и складов, мы промониторили, находится в населенных пунктах, либо в непосредственной близости от них. Но сейчас мы попробуем, конечно же, узнать, насколько это правильно и насколько это соответствует всем мерам безопасности. И обсуждать мы эту тему будем с гостями. Вообще, честно сказать, конечно, когда вчера пришла вот эта первая информация о взрывах, возникло ощущение некого дежавю. И казахстанцы, условно, разделились на два лагеря, пытаясь в очередной раз понять причины произошедшего. Одни говорят, что это халатность, другие уверены, что это диверсия. Что же думают по этому поводу люди с практикой военной службы, с большой практикой? Мы постараемся сейчас узнать. С нами эту тему будет обсуждать Бхаджан Ертаевич Ертаев, генерал-лейтенант, народный герой Казахстана, в прошлом начальник главного штаба вооруженных сил Казахстана. Здравствуйте, Бхаджан Ертаевич. Здравствуйте. Вы какой позиции придерживаетесь? Что это? Во-первых, я был в строю не один год. И те, что происходят в вооруженных силах, для меня не безразлично. Я переживаю, когда случаются такие случаи в вооруженных силах, радуюсь, когда у них успехи. Поэтому я здесь. Спасибо. В первую очередь хотел бы искренне соболезнования семьям тех, кто погибли, и быстрейшего выздоровления тех, которые находятся на лечении. Верховный главнокомандующий президент уже принял решение, дал соответствующие указания по эвакуации, по локализации, созданию комиссии и так далее. Поэтому меры со стороны главы государства, правительства приняты. И министерством обороны принимается, и мы это знаем по средствам массовой информации и так далее. Поэтому я считаю, что определенная работа в этом плане проводится. И слава Богу, локализация в основном проведена. Это первое, главное, что нужно говорить. Все-таки, ваше мнение, диверсия, халатность, какой? Знаете, я не исключаю. Не исключаю и человеческий фактор. Не исключаю и диверсию. Ведь, понимаете, сейчас, пока работает комиссия, мы не можем что-то сказать, но мы должны предвидеть те варианты. Все варианты, предвидеть возможные варианты по тому, что произошло сейчас. Ведь мы знаем нехороший опыт Арыси. Мы знаем, почему принято было решение министром обороны, я считаю, это правильное решение, разделить боеприпасы по категориям, по направлениям, по предназначению. Боеприпасы, инженерные боеприпасы, которые находились в Арысском арсенале, перевезены вот сюда, в Айзахский район. Я вам скажу, бывший начальник генштаба в будущем, я был когда в Арысе, я был чисто учебным. Ну, было немедленно я позвонил министром обороны, что тут надо принимать решение, чьи вата последствия. И я рассказал, что там случилось. И я 150 солдат туда мы привезли, и там мы начали эшелонировать боеприпасы. И самое главное, что мы оттуда вынесли химические склады, химический боеприпас. Представьте себе, если бы это был взрыв, там был химический склад. Но ведь многие так и говорят, что этот взрыв в Жамбале, это ведь эхо Арысе в определенной степени. В том числе, потому что там оказались боеприпасы, которые были там, в Арысе, в свое время. Вы согласны с этим? Ну, здесь я считаю, что, я извиняюсь, что некомпетентный, наверное, лектор, вам сказали. Это разные виды боеприпасов. Даже так. Это инженерные боеприпасы. Это не от 5-ти миллиметров выше, это артельская боеприпаса. А это инженерные боеприпасы. Тем не менее, они взорвались. Они могут детонировать, сделать взрыв волной. Но нет, осколки, снаряды летать не будут. Поэтому и получилось так, что снаряды инженерные боеприпасы провели взрыв. Но здесь такие, да, технические тонкости. Но в любом случае, вам не кажется, что мы на одни и те же грабли наступаем, по сути? Если, то есть сейчас, после вот этого жамбулского опыта, у людей, по большому счету, уже нет уверенности. Особенно у тех, кто проживает, как мы сейчас видели, 44, да, пункта. Кто проживает непосредственно и близость от этих складов. У них уже, ну, мало уверенности. Безусловно. Что такого не будет больше. Конечно, конечно, любой человек, который после та же Арысия, где жили, сколько там было нанесено ущерба, да, сколько жителям нанесено ущерба. И здесь также. Поэтому я еще раз говорю, что прежде чем размещать боеприпасы, да не только арсеналы, просто база хранения. Ведь я уже говорил неоднократно, что я еще тогда, прошу извинения, что я говорю, я тогда еще говорил, что немедленно арсенал Арысии и другие склады вывести вглубь, это на Олимпийский полигон. Когда-то я еще говорил. Почему? Ну, потому что в основном где-то наши базы, боеприпасы находятся в вылездах силённых пунктов. Они не должны быть, ну, ближе трех километров. Но как мы видим, они там оказались. Оказались. Министр сказал, я подаю в отставку. Это вообще шаг, он как? Поможет системе? Я думаю, ну, случилось. Это не значит в отставку подавать. Наверное, надо наоборот действовать, разобраться, оказать должность ответственности, нам созвать. Почему-то это случилось. Кто в этом... Ну, виновных мы всегда найдем. Мы научились виновных находить. А вот причину, корень этого зла мы до сих пор не можем разобраться. Поэтому я и говорю, вопрос истинный идет. Вот при Советском Союзе был этот? Ну, почти не было. Почему? Потому что всегда шли, разбирались с реальными и действовали первые профессионалы этого дела. Я же вам говорю, что вот когда Татрава, я приехал, вот это дело увидел, я сразу вызвал ветеранов. Из них был полковник Скаченко Василий Иванович. Я его пригласил. Он профессором был складов, когда был командир дивизии. Он пришел, три месяца там сидел, чтобы как-то определить своим опытом по локализации вот этих вот нарушений, которые... Хорошо, хорошо. Сейчас, системно, что министерству нужно сделать, чтобы дальше не было подобного? Ну, чтобы дальше за одним днем они не решать, но надо решить, чтобы народ спокойно жил. Те, которые вокруг арсенала и так далее, и так далее. Более 44 на этих базе есть у нас. Да, 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 мы говорили. Теперь, что нужно? Мне кажется, панику не надо создавать. Не надо искать, найдете крайнего. Сейчас надо трезво, продуманно создать какой-то совет. С участием тех, которые профессионально когда-то заведовали складами, рулили, размечали этот склад. То есть профессиональным людьми, знаешь, что это дело, вот который вот складами занимается. Вот им собрать посовещаться, пройти по миллиметру по всему этому складу, по каждому, нет молочей, разобраться письменно, устно, как даже не знаю, но тем не менее, потом провести консультацию, обсудить. И на примере какого-то арсенала, ну арсенал, не знаю, даже может арсенал, баз хранения, провести, как мы раньше проводили, показное занятие и сказать, вот это алюминий, вот так должно быть и ничего никак. И нести за это ответственность, кто сказал. Все, хорошо, ну будем верить, что может быть так и будет, и к вашему важному случаю сейчас тезисом, советом прислушиваться. Бхеджан Ертаевич Ертаев, генерал-лейтенант, народный герой Казахстана, сегодня с нами в студии был.